Весна началась с того, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о старте разъяснительных работ среди населения о том, что выгодно и престижно работать легально. Проверки ведутся совместно несколькими ведомствами. По этому поводу в администрации Краснокамского района регулярно собирается глава администрации сельских поселений, чтобы обсудить ход мероприятия по выявлению теневой занятости. На заседании, которое состоялось 5 августа, присутствовали представители налоговой инспекции, прокуратуры, Центра занятости населения и сотрудники экономического отдела. Работа в части легализации трудовых отношений в районе продолжается. Изначально срок был поставлен до 30 июня текущего года. В Министерстве труда и социальной защиты Республики Башкортостан данный срок продлен до конца текущего года. Поэтому работу мы не останавливаем, продолжаем, не снижая темпы работать в данном направлении. На сегодняшний день у нас процент совместно с Центром занятости около 97. Без учета Центра занятости 63%. Выявленных сотрудников много. Из них 263, с кем заключены трудовые договоры. Выявленных 348. То есть остаток это те, кто либо уволился, либо с кем трудовые договоры на сегодняшний день не заключены. Выездных проверок на сегодняшний день у нас всего 16. Совместно с прокуратурой около 7 проверок. Начались повторные выездные проверки. 4 проверки из них уже повторно проводятся. Последняя выездная проверка была 31 июля 2015 года. В Новонагаевское сельское поселение объезжали торговые точки. 5 торговых точек объехали. Из них в трех торговых точках представителям прокуратуры составлены акты. И будут приниматься соответствующие меры административной ответственности. Горячая линия у нас, она создана и продолжает работать. Код города 34759. Номер телефона 77732. Также номера пенсионного фонда. Мы, когда выезжаем с проверками, раздаем всем визитки и работникам, и работодателям, чтобы они могли в настоящее время, в настоящий момент обратиться к любому специалисту, любой службе, которая задействована в данной работе. Это и представители фонда социального страхования, и налоговые инспекции, и, как я уже озвучила, пенсионный фонд, представитель Министерства труда и социальной защиты Республики, который находится у нас в районном центре села Никола-Березовска, улица Дорожная, 28, Шахеева Луиза Магруфовна. Опасаться не то, что не нужно. Нужно просто, я думаю, как нас того требует на уровне Российской Федерации, легализоваться. Это будет выгодно не только работникам, но и работодателям. Работники будут чувствовать меру определенной ответственности за выполненную работу. Для работников, как уже у нас выступали представители пенсионного фонда, это тоже выгодно в части будущей пенсии. На сегодняшний день, вот у нас до 29 июля, Министерство труда и социальной защиты Республики Вашкортостан запросили информацию о проделанной работе в декабре 2014 года. В декабре 2014 года у нас данные только по центру занятости. Данный вид отчетности будет предоставляться в Министерство труда и социальной защиты ежеквартально. До 20 августа формируются списки пенсионного фонда за полугодие. То есть, вот на сегодняшний день мы пока не видим эти отчисления. Глава администрации района у каждого руководителя сельского совета интересовался о проделанной работе в области легализации трудовых отношений. Также Розив Гельмулин прокомментировал сложившуюся ситуацию и посоветовал находить компромиссные варианты решения проблемы. Вторая часть совещания была посвящена теме предстоящей августовской конференции. Во время подготовки к итоговому совещанию педагогов важно навести порядок в населённых пунктах. В связи с этим руководители образовательных учреждений получили ряд замечаний и напутствия по направлению работы. Думаю, что со стороны детей в разнообразии не будет. Дальше ДРСУ. Вы с ДРСУ работаете. ДРСУ они успевать не будут. То, что нами было запланировано отпустники приобрести, это у нас в плане. Беларуси приобрести в плане. Вот уже сезон проходит. Аукциона, то, что мешает, мы уже не успеваем. Особое внимание на совещание попросили уделить обочинам главных дорог, где это возможно скосить высокий бурьян техникой, а где необходимо поработать вручную, попросил глава администрации. Следующий вопрос касался изменений в земельном законодательстве. Об этом присутствующих ознакомила начальник отдела Росреестра по Нефтекамскому и Краснокамскому району Вера Шафикова. Имеются очень большие изменения в другие законодательные акции, в частности, бюджетный кодекс, гражданский кодекс, жилищный кодекс, градостроительный кодекс. И все они приняты были до 1 марта 2015 года. То есть все изменения в земельный кодекс практически обеспечены изменениями в другие нормативные права и акты, чтобы не было вакуума в законодательстве и чтобы не было противоречия в законе. Также приняты ряд законов, таких как дополнительно внесение изменений в отдельные законодательные акты о законе о нотариусе, далее федеральный закон о внесении изменений в статью, это наш закон о государственной регистрации, также внесены изменения в федеральный закон о недрах, также, значит, вышло ряд постановлений правительства Российской Федерации, например, об удвижении феречно-национальных стандартов и сводов правил в связи с безопасностью зданий, также постановление правительства об удвижении правил присвоения изменений и аннулирования адресов. Изменений в законе более ста, но наиболее часто встречающиеся вопросы в сельских поселениях касаются того, что любые земельные вопросы должны проходить через процесс торгов, но и здесь есть свои нюансы.